Книга открытым оком. Тема священства. Том 30. Вопрос 4114. Почему ничего нельзя сказать священнику, когда видишь явно, что он неправильно поступает? Почему сразу же он грозится отлучением от причастия? И в этом его тут же поддерживает архиерей, совершенно не вникнув в суть дела. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все это по дикости и невозрожденности. Если человек в один духом святым, то ему такое даже со стороны слушать больно. Мы же все братья и потому должны помогать друг другу. Христос же не сказал, что если поступит несправедливо против тебя мирянин, простец, то выговори ему. Но, Лука 17.3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Только это должно быть сделано так, чтобы в этом не было хамовитости и дерзости. Если ты любишь священника, ты просто по долгу любви обязан подсказать ему, где ему нужно исправиться. Кавычки открываются. К сожалению, среди современного духовенства и простых верующих довольно широко распространено бездумное преклонение перед церковной иерархией. Церковное, в кавычках, начальство, они по недоразумению часто отождествляют со всей церковью. Такое же отождествление обычно для неверующих людей. Почитание епископата простирается до фактического признания за ним непогрешимости. Так, богослов-модернист, диакон Андрей Кураев предлагает нам считать голосом церкви исключительно суждения патриарха и епископата. В условиях ипостаси это заблуждение становится одним из самых опасных. Подчинение Богу, послушание и служение Ему заменяется служением человеком, находящимся на вершине церковно-управленческой пирамиды. Процесс этот инициировал католицизм, а в глобальном смысле он найдет свое завершение в царстве Антихриста. Церковь – это не только иерархия, но и православный народ. По учению православной церкви, писал свидетель Тихон, патриарх московский и всея Руси, хранителями чистоты веры и отеческих преданий являются не только глава церкви и не только иерархия церковная во всей своей совокупности, но все тело церкви, а следовательно и верующий народ, которому также принадлежат известные права и голос в церковных делах. Один из основных экклезиологических постулатов заключается в том, что все члены церкви совместно составляют некий постоянный собор народа Божия, который является защитой веры. Соборный уклад жизни православной церкви предлагает участие в церковном делании всех ее членов, начиная от епископов и кончая рядовыми мирянами – народом Божьим. Более того, именно народ Божий является фундаментом соборности, без которого немыслима полноценная деятельность церковной иерархии. У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменной. Из истории церкви нам известно, что и вселенскими были признаны лишь те соборы, которые были приняты всем телом церковным. Великий русский мыслитель А.С. Хомяков об этом писал так. Бывали соборы еретические, каковы, например, те, на которых составлен был полуарианский символ, соборы, на которых подписавшихся епископов насчитывалось вдвое больше, чем на Никейском, соборы, на которых императоры принимали ересь, патриархи провозглашали ересь, папы подчинялись ереси. Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому, единственно, что их решения не были признаны народом, тем народом, и в той среде, где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждаю, церковником и мирянином, мужчиною и женщиною, государем и подданным, рабовладельцем и рабом, где, когда это нужно по усмотрению Божию, отрок получает дар видения, младенцу дается слово премудрости, ересь ученого-епископата опровергается безграмотным пастухом, дабы все были едино в свободном единстве живой веры, которая есть проявление Духа Божия. Хомяков А.С. Новомученик Михаил Новоселов, умерший в 1938 году, канонизирован в 2000 году, известный богослов своего времени в книге «Письма к друзьям» писал, «Не будем смущаться неверностью множества пастырей и архипастырей, как явлением неожиданным. Это не новость для Церкви Божией. Нравственные потрясения, которые, исходившие всегда от иерархии, а не от верующего народа, бывали так часты и сильны, что дали повод к поучительной остроте. Если епископы не одолели Церковь, то врата адовые не одолеют ее». Не будем не одумевать и перед тем, что часто простецы, иноки и рядовые миряне больше архипастырей обнаруживают не только ревности о деле Божьем, но и разума духовного. И раньше уши народа оказывались, по словам святого Иллария Пиктовийского, «святее сердец иерархов». Не одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божией. Не ими и не учеными богословами хранится святое достояние ее, Дух истины, почивший на славных первенцах ее. Перенося из века в век свое небесное сокровище, Церковь Христова блюдет его при посредстве тех, имена коих написаны в книге жизни, а не в ставленнических грамотах и ученых дипломах. Ибо подлинное самосознание церковное движется не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости. Решающие роли народа Божия в одолении обновленчества М.А. Новоселов в частности писал, я указывал в предыдущем письме на роль православного народа в борьбе с живою церковью, в кавычках, но на то, что святыню истинной церкви против живоцерковного нечестия отстаивал главным образом народ, миряне и иноки, гораздо менее пастыри. Народу пришлось решать глубоко жизненный и, увы, для многих архипастырей и пастырей оказавшийся неясным вопрос «Где истинная церковь?» И народ своим духовным чутьем избрал истинный путь и пошел за истинными христовыми пастырями, полагавшими души своей за стадо Христова, а не за мочинным сборищем волков в овечьей шкуре. «У нас народ, отвергший обновленчество в согласии с законной церковной властью и новый стиль, вопреки распоряжениям этой власти, явил себя и в том, и в другом случае хранителем веры, действуя и там, и тут православно». Письмо 12. Мы знаем, что соборные начала церковной жизни сегодня сильно искажены. Несмотря на официальное декларирование принципа соборности церкви и на формальное существование соответствующих этому принципу институтов, поместные и архиерейские соборы, ипархиальные и приходские собрания, духовные соборы и монастырей, реальные механизмы церковного управления жестко централизованы. Дошло до того, что в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе был фактически списан за ненадобностью поместный собор, в деятельности которого должны принимать участие не только архиереи, как на соборе архиерейском, но и священники, диаконы, монашествующие и миряне. Это отчетливо говорит о том, что глаз народа Божия церковные администраторы слышать и учитывать при принятии решений не хотят. Священник Георгий Андреев в статье «Кто и когда упразднил поместный собор» газета «Русь православная» номер 1-2 за 2004 год убедительно показал, что церковные власти, принявшие в 2000 году новый, незаконный во многих отношениях, в том числе с формально-юридической стороны устав РПЦ, произвели, по сути дела, захват власти, совершили переворот в управлении РПЦ. И причиной этого очевидно является властолюбие той части епископата, которая решила стать главой церкви, заменив собой подлинного и единственного ее главу Христа. Как тут не вспомнить известное пророчество оптинского старца Антония, Анатолия, простите, Потапова, цитата, «Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Это духовные тати, расхищающие духовное стадо, и войдут они во двор овщи, церковь, перелазя инуди, как сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божьи уставы. Узнавая их, сих волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию, это будут клеветники и предатели, сеющие вражду и злобу. Что же нам делать? Бороться. Нам всем необходимо бороться за восстановление принципа соборности. Церковь сильна своей соборностью и именно в соборности спасения Руси. Вот и получается, что верующему народу по большому счету ничего иного сегодня не остается, кроме как последовать совету содержащемуся в письме монаха Пустынник. А на многочисленные индивидуальные и коллективные обращения рядовых верующих или обращения например православных братств епископы просто не обращают внимания. Вспомни например сколько было направлено обращений к участникам архиерейского собора 2004 в том числе с просьбой о незамедлительном созыве поместного собора и ни одно из таких обращений не фигурировало на этом архиерейском соборе. В то же время продолжаются гонения со стороны церковных и государственных властей в отношении клириков монашествующих и мирян выступающих против электронной кодификации и других проявлений апостасии и борющихся за возрождение святой самодержавной Руси. Правящие архиереи подвергают истинных пастырей неканоническим прещением. Все это просто вынуждает православный народ перейти от слов к делу и в частности к тому делу которое предлагает всем нам отец Константин к делу удаления из церкви волков в овечьей шкуре по выражению оптинского старца Анатолия духовных татей расхищающих духовное стадо. Для этого нужно просто собраться прийти к такому архиерею лжепастырю на прием и попросить его а в случае несогласия потребовать немедленно оставить управление епархией по причине его еретических ведь экуменизм например это как мы знаем ересь ересей и антицерковных а значит антихристианских убеждений и действий будем надеяться что это принесет реальные положительные плоды да поможет нам Бог во всяком случае мы должны показать нашим архипастырем что мы не бессловесная стада баранов которые можно гнать куда угодно пусть даже и прямо в лапы апокалиптическому зверю а словесная стада Христова хоть и малое своими конкретными действиями мы напоминаем архиереем что церковь это тело Христова и корабль спасения а не частный прогулочный катер по выражению Паисия Афонского от редактора Русь Православная я совершенно согласен с тем что сказано в этом письме сомневаюсь лишь в возможности реализовать на практике предложения отца Константина наши нынешние архиереи таковы что не задумываясь просто вызовут себе на помощь милицию и объявят пришедших к ним на прием мирян хулиганами погромщиками и экстремистами а потом еще и в прокуратуру соответствующее заявление пришлют но попробовать так или иначе воздействовать на нерадивых пастырей мы безусловно должны народная пословица справедливо отмечает что под лежачий камень вода не течет только конкретный практический опыт может показать как можно заставить церковное начальство всерьез прислушаться к голосу народа Божия Константин Душенов Евангелие от Иоанна 9.34 сказали ему в ответ во грехах ты весь родился и ты ли нас учишь и выгнали его вон 3.34 Иоанна 1.9 Я писал в церкви но любящие первенствовать у них диатрев не принимает нас Исход 2.14 А тот сказал кто поставил тебя начальником и судьей над нами не думаешь ли убить меня как убил египтянина Моисей испугался и сказал верно узнали об этом деле точку Моисей испугался и сказал верно узнали об этом деле точку опоры искал Архимед грозился всю землю тогда опрокинуть немало повсюду подобных примет встают из далекого ярко картина весь мир переделать скрутить и подмять пытались Нероны Атиллы и Гитлер со Сталином Ленина родятся опять масоны антихристу выдраят скипетр когорты казалось бессмертного Рима гремели победно теснили повсюду где сила которая гордость не зренит горшки перебьет переплавит посуду с верой в распятого плотника вышли всего лишь двенадцать апостолов нищих Христос их опора и это не слишком в дворцах и лачугах сокровища ищут точка опоры в священном писании нет имени краше чем сына Марии с главою пророка сквернав плясала как многие в застенках с тех пор уморили и скотомогильник начал оживать слепые прозревшие купальню возвысят империя Рима трещала по швам метались дворцовые в ужасе крысы точку опоры обрел Константин с язычеством было покончено разом Владимир монахов к себе пригласил бороться в блудилище с пьяной заразой как жаль что пошли не евангельским трактом не в благовестии точка опоры и не на проповедь силушку тратят а о незримом столетия спорят я точку опоры в Иисусе обрел рычаг благовестия грех опрокинул с Христом самый немощный смелый орел летит через проповедь к Божьей тропинке 26 июня 2008 год Игнатий Лапкин сэр